Привет! Это Владимир, реальная стройка. Птички поют, солнышко пытается выглянуть, собачки гавкают. Весна, время продолжить отделку этого барнхауза, который я построил в том году. И начну я сейчас с отделки второго этажа, а именно подготовки по штукатурке с помощью плиточного клея и сетки. Итак, сейчас буду наносить подготовку для газоблока, штукатурки. Армопояс загрунтовали бетоноконтактом, стену газоблочную обеспылили и прогрунтовали миттель грунтом. Нанесли вертикальную разметку для того, чтобы лишний клей не наносить. Убрали вот эти провода, сокрутили, убрали в будущие подрозетники. И я привык снизу, некоторые делают сверху. Неважно, начинаем наносить клей. Клей самый дешевый, какой я смог купить. 170 рублей стоит в гипермаркете. Его наносим. И вот таким способом нанесли слой. 3 примерно миллиметра. Обязательно 15 сантиметров нахлёста на соседний слой. И сейчас берем уже отрезанную... Сетку и будем её втапливать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Теперь нужно взять нож и вырезать подрозетник. Таким способом фрагмент подготовки делается быстро и легко. Слой наносите не тонкий и вам не надо будет брать с ведра, чтобы перетирать вверх. Просто втапливаете и перетираете. Не забывайте про нахлесты. И не забывайте вот эти ляпки убрать сразу. Видите, здесь нету. Я сразу подметаю. И получается быстро, легко и просто. С экономичным расходованием клея. Подготовку на втором этаже я делал всем цементно-содержащим, что у меня осталось с первого этажа. Причем это пролежало тут некоторое уже почти год. И фасадной штукатуркой, и паротеками двумя клеями, и таким клеем. Все, что цементно-содержащая у меня валялась, все пошло на подготовку второго этажа. Независимо от старости. Потому что как приточный клей это, конечно, не очень уже хорошее. Но как подготовка и утопить сетку вполне рабочий вариант. Когда делаем вот эту самую подготовку, сильно далеко наносить клей не нужно. Потому что он пересыхает буквально за несколько минут. И потом трудно туда вдавить сетку. Поэтому я каждые 85 см сделал вертикальную вот такую разметку. Вот. 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 И вот. И мажу ровно 85 см. Чтобы 15 см был нахлёст между полотничами. Заранее их нарезал, вот так сложил. Ну, точнее, они были нормально сложены, но сейчас двигал, упали они. В трубочке сложил вот так, и они стоят. И все. Наношу ровно настолько, сколько мне надо втопить. Потом следующую, и потом следующую. Это облегчает работу. Конечно, суперкрутые маляры, они сразу много наносят, быстро вдавливают. Но мой опыт показал, что буквально через 10 минут начинает вот так подсыхать. И трудно вдавливать. Поэтому я размечаю по 85 см, ношу. То есть нанос 85 утопил, нанос 85 утопил. Ну, кому-то это лайфхак, а кто-то скажет, блин, это очень долго. Ничего не долго. Очень, если высота большая, много в день можно делать квадратных метров. Кучу, я бы сказал. Вот мои швы перезимовали. Вот так они выглядят. Такое ощущение, что немножко просели. Видимо, когда застывал герметик, он уселся. Но, тем не менее, ни трещин, ничего нет. Все швы в идеальном состоянии. Сочетание этого шнура VELOTERM и герметика, ништяк для отмостки. Все идеально. Все шовчики идеальные. Так что это рабочее решение. Шнур VELOTERM плюс специальный герметик для швов. Вот одна комнатка уже закончена. Тут освещение плохое, но я думаю, вы все увидите. Вот по сетке везде прошелся. Здесь тысяча миллионов проводов. Здесь будет толстый слой. Даже штукатуру доплачу за это. И вот так вот полностью комната выглядит. Теперь пойду в ту комнату. Также составлю схему, так сказать, коммуникаций. И начну делать подготовку. И немаловажное наблюдение. Вот стена. До вот этих проводов. Это газоблок. Вот это бетонный армопоезд. Значит, газоблок метальгрунтом 1,4 разведенным. Грунтован на один слой. Вот. А бетоноконтакт кисточкой нанесен на бетонную часть. И вот как мы видим. Вот газоблок. Он воду не впитал до сих пор. Но только начал. А бетон четко впитал. Поэтому во многом миф про газоблок обусловлен тем, что применять неправильные материалы. Вот, применение правильного метальгрунта позволяет нормализовать влагопоглощение газоблока. Ну и, соответственно, не обезводить штукатурку. А на этом самом надо сейчас побрызгать на бетоне. Иначе она вся выбелилась и марка бешено упала. Разведенный даже метальгрунт довольно эффективен. Хоть слой намного тоньше, чем цирюзит бетоноконтакт. Ляпки все равно попадают. Надо ляпкам дать подсохнуть. И потом щетка металлическая, прямо металлической. Вот так сошкребается, как они чуть подсохнуты. Получается в дурстине чистое место, чтобы не заляпывать стяжку. И так везде. Где сегодня делал. Ну и так же делаем и вот там. Сразу не размазываем. А ждем пока высохнут. И счищаем металлической щеткой. И подмельцаем просто в сторону. Они уже не присохнут, потому что они в пыли. Вот так вот они остаются. А потом, когда все по штукатуре полностью в комнате уберут. Я тут все сделал. Вот так выглядит пол. Его надо обязательно подмести. Для того, чтобы обратка, которая будет падать со стен, могла использоваться. Для этого нужен чистый пол. И вот здесь я уже подмел. Убрал сюда все, что было в комнате. А здесь сейчас убираю. Если вы видите на камере взвесь пыли. Именно из-за этого она есть. Вот я до половины комнаты убрал. Вот так вот чисто. Сначала более грубой щеткой. А потом веником. Почему не использую пылесос? Ну нафиг это не нужно. Не настолько нужно обеспыливание, чтобы прямо использовать пылесос. И поэтому потом собираю и внутрь складываю. Подготавливаю, чтобы Ашот продолжил штукатурку. И так же вот здесь, в предбаннике между комнатами. Вот наглядно показываю. Если гидрозаляцию делать только на нулевом цикле, вот здесь, где уже стены идут. В принципе, только здесь она и нужна. Но если бы здесь сделала бы еще одну гидрозаляцию, то не так дорого. То вот так бы влага не гуляла бы по кирпичу. А то вот видите, высолы. При том, что никаких противоморозок я не использовал. Просто намокает от фундамента, тянет туда-сюда воду, миграция влаги. И вот такую белесую фигню дал кирпич. В моем случае это похеру. Поэтому, кто нормально себе строит, то делает две изоляции. Сначала между цоколем и кирпичом. Кирпичным цоколем и бетоном. И вторая уже между плитой и стенами. Две гидрозаляции. И тогда этих высолов будет меньше только отскок. Который вот здесь от дождя возникает. А миграции влаги тянуть из-под земли не будет. Вот наглядно, что лучше, конечно, две гидрозаляции. Вот такую серию я вам нарезал. Вот так дом повел себя после зимы. А в следующей серии мы с вами увидим штукатурку. Опилки плюс гипс, плюс замедлитель. По старинным армянским рецептам. От армянских мастеров в их же исполнении. Поэтому ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить колокольчик. Иначе вы не увидите, как мы делаем супер крутую армянскую штукатурку. Здесь плывет последняя серия предыдущего сезона. А здесь новая серия, когда я сниму про штукатурку. И в конце, как всегда, напомню. Делай хорошо. Плохо оно само получится. Сетку бери попрочнее. А клей для плитки посвежее. Впереди целый сезон.